минуло более полувека наука и техника ушли далеко вперед планетам солнечной системы полетели разведчики автоматы первым из них был советский марс 1 наступила космическая эра а марс до сих пор остается планетой загадок главное есть ли там жизнь этим вопросом десятки лет занимался известный русский ученый гаврил андрианыч тихов основатель астроботаники сейчас по вопросу о жизни на марсе пишут уже десятки ученых но чтобы решить эту проблему нужно знать физические условия на планете поэтому идет работа скрупулезная кропотливая накапливаются факты создаются все новые гипотезы противоречивые сенсационные они служат фундаментом для солидных научных трудов потом гипотезы рушатся на развалинах вырастают новые труды а до истины все еще далеко марс мертвая планета светущий марс спутники марса искусственные надуманная гипотеза о спутниках марса марс стал ареной борьбы оптимистов с пессимистами оптимисты активнее в наш трезвый век они всерьез говорят о разуме на марсе а вдруг на самом деле есть марсиане какие они злые как у герберт уэллса или добрый и прекрасный как и элита у алексея толстого все это крайне интересно мир готовится к штурму таинственной планеты скоро мы все узнаем но истина может оказаться потрясающей чтобы устоять мы должны подготовиться заблаговременно разобраться во всем этом хаосе материала поэтому не будем терять времени прежде всего каковы физические условия на марсе мы обитатели земли любим тепло как в этом смысле обстоит дело на марсе он дальше от солнца может быть там нестерпимо холодно температуру поверхности марса измеряли много раз здесь в крымской обсерватории и недавно измерили заново с помощью своего оригинального прибора работу провел доктор физико-математических наук василий иванович мороз температурные условия на марсе нам сейчас известны достаточно хорошо мы можем мысленно перенестись туда на экваторе там днем тепло к вечеру быстро холодеет ночью наступает сильнейший мороз утром температура быстро повышается климат суровее чем у нас высоко в горах но все относительно и по сравнению с луной марс благодатный курорт мы обитатели земли дышим нам нужен воздух если он на марсе есть без воздушной оболочки марс был бы такой как луна на самом деле он такой атмосфера есть но какая на помощь приходит спектроскопия солнечное излучение имеет сложный состав атмосфера планеты часть излучения задерживает в спектре образуются темные полосы поглощения по ним мы узнали что воздух марса содержит очень много углекислоты чуть-чуть водяных паров остальное или азот как на земле или аргон кислород пока не найден по интенсивности линии поглощения василий иванович мороз оценивает плотность марсианской атмосферы в одну сотую от земной одну сотую дала американский космический аппарат маринер 4 он заходил за марс определить плотность воздушной оболочки марса удалось по затуханию его радиосигналов на земле атмосфера разрежена в сто раз на высоте 30 километров это далеко не пустота здесь плавают воздушные шары летают высотные самолеты эти шары и самолеты летали бы и на марсе правда над самой поверхностью но данные маринера могут оказаться и не точными он мог показать плотность воздуха на уровне горных вершин а у подножия гора она больше но даже если давление равно двум или трем сотом скафандр все равно надевать придется